Привет, танкисты! С вами 40тон. И это видео я хотел посвятить тому, как вести себя в бою, если вы не попали в топ. Особенно, когда вы играете на премовых танках 8 уровня, ну и вообще просто на 8 уровне, то повышена вероятность, что вы можете быть в самом верху списка. То есть, если вы играете на арте 7, например, вы никогда не будете, ну вообще в принципе на арте, никогда не будете вверху списка. Ну а на таких танках периодически. Ну вот мы в серединке, и что нужно делать? Дело в том, что многие игроки с разочарованием, ну вот, вздыхают обреченно и едут куда-то сливаться. Потому что говорят, ну как так, большие танки против нас, они нас все пробивают, и что же делать, что же делать? Я хотел сегодня, ну такой летсплейчик записать взводом, но к сожалению, почему-то парилась и вылетала игра. Были определенные лаги. И поэтому я просто вот по бою, по реплею запишу. Вот мы вдвоем с Соклановцем из старой школы, из олдскул, заняли вот позицию, да, оборонительную, вот здесь по центру. Почему? Потому что по кишке пошли танки, в ухо поехали, а посредине постоянно случаются проблемы. Постоянно вот здесь кто-то проходит, хоть по центру, хоть из кишки переезжает. И вот я вам показываю сейчас, ничего не меняя, сохраненной камерой из боя, как я сейчас вот контролирую там Т-62, этот, правда он все равно засветил уже нашего холодильника, но и того 212-го, который стрелял, его по трассе сразу же вычислили. Вот, я вижу, что не могу помочь с Т-62-м. Так, вот здесь как раз лаги-лаги, все рывками было в бою, я вот стрелял, и снаряд так, то есть задержка, и непонятно куда полетел, то есть играть было дискомфортно. Я к чему клоню, ребят? Вы, если вот на танке, который там много кто пробивает, да здесь, ну все его пробивают, все, вот все, кто есть, любой может его пробить. Не нужно ехать вперед, то есть займите выгодную позицию возле надежного укрытия, не поедьте вперед. Да, может быть все сольются, вы не сможете как бы дополнить эту картину там никак своими стараниями, но если вы просто так вот поедете бездумно вперед, это не решит исход боя, вас там просто убьют, и вы будете наблюдать, как все неправильно с вашей точки зрения ездят. Вот в данный момент я там прощупываю, ну нет, нет прострелов в те точки, нету. Зато вот посмотрите, центр, если я уеду отсюда, он будет совершенно пустой, понимаете, совершенно. И любой вот этот Т-62 вот так отсюда спустится, или любой, если будет светлячок, да, то он просто посредине вот так проедет по коридору, и все будет очень-очень печально, очень-очень плохо. Так, вот едет Т-62, перелет печальный, снаряд летит как валанчик, но тем не менее, Артагус лид. Пожалуйста, я его добиваю, повезло, убить 10-го левела, мне за это на 20% больше дают. Вот у нас есть Т-34, здесь я вот, смотрите, как использую местность. Пожалуйста, куст. Он меня через, вот видите, возле меня зелень и здесь дерево, вот через крону я стреляю. Оно же работает как куст, то есть он даже не видит, откуда я по нему бью. То есть снаряд прилетает, но он видит направление, но не понимает точно, где стоит танк. Снова-таки. Вот он не видит, кто я, где я. Пожалуйста. Дамаг. Лампочка у меня качана, но видите, не включается. Вот уже счет 6-5. Нельзя сказать, что это наша заслуга, но понимаете, вот уехали бы мы сейчас в кишку или в ухо. Центр был бы беззащитен. То есть нужно следить тоже всегда за распределением, да, по мини-карте. Должна быть цепочка как бы непрерывная, чтобы посредине никто не проходил. То есть здесь танки, здесь танки, здесь обязательно кто-то на обзоре, на контроле должен быть. Смотрите, сейчас мы в очень неприятном положении. Из кишки должны выезжать вражеские ТТ. Мы стоим под артой. Здесь я не попадаю. То есть вот я в засвете, и по мне вражеская артиллерия может кинуть сейчас довольно неплохо. И у нас вся надежда только на вот этого СТ-шку. Его засветили, их арта суетится. То есть это нужно учитывать. Поскольку их арта сейчас в таком очень плохом положении рискуют погибнуть, то скорее всего они сейчас заняты вот как раз на том фланге, на ухо смотрят. И мы сейчас не уезжаем, не меняем свое место, прячемся за укрытием, чтобы атаковать. Вниз пошел снаряд. Ну вот это те самые бои, когда неудача за неудачей. Но в принципе, учитывая какой разброс полета снаряда у льва, то более-менее нормально летит. Так, ну вот отлично, благополучно складывается в этом бою. То есть при всем при том, что дамага у меня немного, но тем не менее положительный эффект удается произвести. То есть еще раз напоминаю, мы появились в серединке. И ниже, чем восьмой уровень, никаких танков не было. А выше девятые, десятые. Причем Мауса слили, приходится воевать. И там еще есть ИС-4, который вот мы стоим, получается товарищ-то у меня ваншотный, а я фульный. И если выезжать на четверку, он шотного сразу снимет, да, один на один, но никак его не разобрать. Но вот мы думаем, как же быть. То ли он возвращается домой по кишке, то ли он где-то здесь стоит. Все равно нужно его убивать. Преимущество премиумного танка в том, что ремонт-то у него дешевый, а за каждое пробитие, за каждый нанесенный дамаг кредитов начисляется просто-таки очень много. Так, вот мы замечаем, где четвертый ИС находится. Я начинаю разворачиваться. Так, 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 так. Я собираюсь использовать этот труп, который возле меня стоит. Так, вот он едет. Бац, в борт башни, броня не пробита. Но это просто вот те самые бои. Слава богу, повезло. Кстати, четверка абсолютный бот. 44% там у него, как он докачался до четверки, непонятно. Теперь снаряд вниз пошел снова. Ну, я же говорю, те самые бои. Вот я стою полностью за трупом холодильника. Сделать мне ничего нельзя. И вот я, пожалуйста, вижу, что натвернул ствол. Пробиваю ему борт. Таким образом мне повезло. Я украл два фрага десятых уровней. И, ребят, то есть вот так можно воевать. Главное не поехать куда-то вперед сливаться. Выбирайте укрытие, ждите, высматривайте. Пусть вы нанесете дамага. Вот сколько я нанес. 1570, кажется, как-то так. Вроде бы немного, но зато польза реальная для боя была. И центр держался. Поэтому делайте выводы, не умирайте. Выживайте, используйте рельеф. И удачи вам. С вами был Сор.